В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. 2 декабря Одесская юридическая академия отпраздновала свое 23-летие. Для студентов и преподавателей университета это волнительная и важная дата в календаре. Здесь молодые специалисты начинают свою научную карьеру, становятся профессионалами своего дела, настоящей гордостью Украины. Эпидситуация в стране и в регионе наложила свой отпечаток на праздничную программу. Однако без поздравлений вуз-лидер в сфере высшего образования не остался. Академию поздравили представители Министерства образования Украины, отметив профессионализм коллектива университета. Возрождение Одесской правовой школы, завоевание лидирующих позиций во многих международных рейтингах. И это только начало. О торжественной части события смотрите репортаж моих коллег. Музыка. 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 Национальный университет Одесская юридическая академия празднует 23 день рождения. Каждый год день 2 декабря сопровождался красочными масштабными мероприятиями. Однако вызовы времени диктуют свои условия, под которые подстраивается весь мир. Одесская юридическая академия не исключение. Из-за пандемии коронавируса ограничительные меры коснулись практически всех сфер жизни университета. Впрочем, президент учебного заведения Сергей Кивалов призывает не падать духом. Традиционное празднование дня рождения университета обязательно состоится, но уже после окончания пандемии. Одесская юрокадемия, подчеркивает основатель вуза, сильная духом, большая дружная семья, которая переживала вместе и не такие ситуации. У нас не было ни помещений, только была одна семья, коллектив. И коллектив очень такой слаженный был, сильный. И мы в то время перешли вот в соседнее здание, сгоревшее ПТУ, которое было заброшено. Мы сказали, мы все сами отстроим. И мы зашли до обеда, как сейчас я помню, как и вы помните, до обеда мы непосредственно занимались, а после обеда строили. Им построили сегодня, слава Богу, хорошее высшее учебное заведение. Я благодарен и президенту, экс-президенту Леониду Кучме. Я благодарен Валерию Пустовойтенку, почетным докторам Гонорию Скаус нашего университета, которые все сделали для того, чтобы наш вуз состоялся. Президент академии вместе со своими единомышленниками, которые стояли у истоков создания университета, вспоминает, каким был декабрьский день 23 года назад. Я помню, мы разрабатывали вместе, вот тут смотрю, коллеги сидят, разработали устав и обратились уже в 97-м году в правительство, обратились к президенту страны, чтобы создать самостоятельно высшее учебное заведение. И решением правительства 2 декабря 97-го года мы создали Одесскую государственную юридическую академию. Невзирая ни на какие условия, это праздник, потому что 23 года назад было создано замечательное учебное заведение. Это знаковое событие, заведение, в котором мы работаем 23 года. Оно было создано, конечно же, благодаря усилиям президента нашего университета Кивалова Сергея Васильевича. И я хочу сказать, что, конечно же, я как сейчас помню этот холодный зимний день, эту холодную аудиторию. Но, тем не менее, у каждого было ощущение радости, что начинается что-то новое, какой-то новый этап в жизни каждого. Несмотря на карантинные ограничения, Одесская юридическая академия в день своего рождения принимала поздравления от почетных гостей, представительной делегации Министерства образования и науки Украины, которую возглавил заместитель министра Игорь Горборук. Поздравить в ВУЗ также прибыли начальник управления административно-хозяйственного и организационного обеспечения Минобразования Украины Инна Ярко и помощник министра образования и науки Украины Евгений Глушко. Я хочу поблагодарить руководителя сегодняшней делегации Министерства образования и науки Игоря Николаевича Горборука вместе со своими коллегами, которые нашли возможность заехать к нам. Это историческое событие. Примите самые искренние слова благодарности, что вы сегодня вместе с нами, с Национальным университетом юридической академии. Вы знаете, друзья, я думаю, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать, работать и с министерством. Для нас это честь события, то, что и сегодня такая представительная делегация находится в стенах нашего университета. За 23 года Национальному университету Одесская юридическая академия удалось возродить сильную научную правовую школу и завоевать лидирующие позиции во многих всеукраинских и международных рейтингах. Вы знаете, действительно, много университетов могут говорить о хорошем материально-техническом базе, о викладательском складе, но я считаю, что ключевым отличием юридической академии, Одесская юридическая академия, есть то, что тут есть какая-то большая идея. Эта идея не только обеспеченная, она в первую очередь и духовная, потому что на самом деле, когда ты общаешься с выпускниками академии, с ними общаешься и бачишь их не только как профессионалов своей справи, а ты бачишь, что в ней кто? Особистості. Это люди, которые действительно изменяют мир. Все, что можно сказать про вашего очередника, про первую особу университета. Знаете, когда есть какие-то проблемы на уровне министерства, и когда нужно с кем-то порадить, первым, которому звонишь – это Сергей Васильевич. Потому что сразу есть повноценное бачение той или иной проблемы, есть сразу ее решение, и взаимодействие является лучшим. Но действительно, что я хочу сказать про очередника Одесско-юридической академии, знаете, в Украине есть такое красивое слово «газда» или «господар». Он – настоящий господар, он – человек своей справи. И вот тот великий дух академии, который живет на сегодняшний день в этих стенах, на величезную кількість – это его особистая заслуга. Поэтому я не то, что уверен, я знаю абсолютно точно, с которой благодарность выпускники университета относятся к нему как особистой и к университету, который дарит им путевку в жизнь. Украине в край на сегодняшний день нужны системные менеджеры, которые могут реализовывать большие проекты, большие проектные менеджеры. И я взагалі вважаю, что Сергей Васильевич Кивалов как раз и есть тою людиною, которая умеет створювать, хочет створювать. И у него есть до этого, что наснага. Он без этого жить не может. А все, что касается его проектов, как университета, школы, профессионально-технических закладов, я взагалі вважаю, что это как раз и есть вопрос системной ступеневой освіти. То есть профессионально-техническая освіта має забезпечувати одними кадрами колледжи, іншими, вища освіта іншими. И це все має поєднатися в що? Система. Але єдине, що можу сказати, поєднати це можуть тільки люди з глобальним баченням. Национальный университет Одеська юридическая академія является признанным лідером в сфере высшего образования. Сегодня в юрокадемії обучается более 15 тысяч студентов. Работает 2,5 тысячи преподавателей и сотрудников. 12 член-корреспондентов Национальной академії правовых наук Украины. Более полторы тысячи профессоров, доцентов, докторов и кандидатов юридических наук. Каждая вторая монография и каждый второй учебник выходят из стен юридической академии. Випускники университета по окончании обучения получают не просто дипломы, но и гарантированное трудоустройство. Ми більше всего гордимся своими выпускниками, которые сегодня достойно занимают свои места во всех органах государственной власти, в том числе и в прокуратуре, и в полиции, и особенно в суде. Когда реформа произошла в судебной системе, наши преподаватели, которые здесь, 9 человек стали судьями Верховного суда. В ВУЗе действует пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, что позволяет молодым людям идти по научной стезе и строить успешную карьеру в стенах родного ВУЗа. Работа в академии – это уже неотъемлемая составляющая нашей жизни, и наша академическая семья, наш коллектив, действительно созданный Сергеем Васильевичем и под его руководством, есть все возможности для того, чтобы развиваться. И сегодня академии 23 года, и 22 из них я непосредственно связана с университетом, поскольку я со студентки юридического колледжа смогла поступить дальше в университет, закончить аспирантуру, докторантуру, получить профессора. И на сегодняшний день я проректор по учебной работе, и действительно, я не знаю еще ВУЗ, в котором дают столько возможностей молодым кадрам для того, чтобы развиваться. И ВУЗ, в котором настолько ценят наших учителей, которые помогают нам становиться лучше и прославлять наш университет. Для меня этот праздник очень душевный и очень большой, потому что я здесь прошел свою жизнь как студент. Со студенческой скамьи я перешел в аспиранты, отучившись в аспирантурии, преподавал на кафедре уголовного права. После этого была оказана честь Сергею Васильевичем Киваловым, президентом университета и всем ученым советом. И меня избрали деканом. И вот сегодня я своему университету хочу пожелать только процветания, развития. И заходя в аудитории, где я вижу много горящих глаз студентов, которые в дальнейшем, я абсолютно уверен, будут и будущими генеральными прокурорами, министрами юстиции, министрами внутренних дел. Стремление к знаниям, настойчивость и упорство. Такие качества не только в профессиональной сфере проявляют студенты вуза, но и в жизни. Совсем недавно в одной из комнат общежития университета произошел пожар. Только благодаря слаженным действиям администрации и студенческого актива все были экстренно эвакуированы из здания. Четко зная, как нужно действовать в подобной ситуации, староста общежития Глеб Убрак и Алексей Мога проявили отвагу и решительность. В первые минуты возгорания юноши начали тушить пожар. Эти действия помогли не допустить дальнейшего распространения огня на соседние комнаты и коридоры. Те, что завжди відрясняет юридичную академию, это сила духа. Сила духа, начиная от очильника академии, профессорского и учитывательского склада, каждого студента, который работает и делает все, чтобы академия процветала и чтобы она была лучшим юридическим вузом страны. Действительно, хочу просто під эту тезу сила духу наградить грамотами, подяками Министерства освіти и науки Украины Кубрика Глеба Олеговича и МОЗИ Олеговича. В основном, хочу сказать, что это герои. Это герои нашего часа. Это герои, которые не боялись втратить здоровье, можливо, життя. Они рятовали свой вуз и они достойны ваших самых бурхливых облеск. Мені, звісно, приятно, что меня так отзначили сам, чтобы такими министрами, очень приятно, и до этого у меня наградили Сергей Васильевич. Честно, в тот момент, я не рахую себе, что я герой и рятовник. В тот момент у меня была лишь одна думка, как это может забегти всем, потому что, как я старался за гуртожитку, на свою ответственность за студентов. Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов провел гостям экскурсию по вузу. Современный студенческий кампус, спортивная инфраструктура, крупнейшая в стране научная библиотека, которая насчитывает около миллиона наименований, а также имеет электронный доступ к литературе библиотек в любой точке мира. Особая гордость – стенды с авторскими учебниками преподавателей юрокадемии на иностранных языках и собрание всех решений Европейского суда по правам человека. Такого вы не увидите ни в одном другом вузе страны. Представители делегаций также побывали в музее редких изданий, где хранятся уникальные исторические экземпляры, фонд которых ежегодно пополняется. «У нас в фонде находится порядка 20 тысяч экземпляров. Это время, я имею в виду оригинальное, середина 17 века по настоящий день. Видите, это Новый Завет, типография Кутенского монастыря. Это монастырь поныне действующий, он находится на территории Белоруссии в падении реки Кутенки в Порше». Затем гости посетили музей оружия – пневматический и боевой тир, где проходят подготовку будущие правоохранители. «Именно вот эта модель специально делалась для финской войны, то есть забивали просто снегом сверху для того, чтобы охлаждать. Правильно вы говорите, да. Здесь у нас водяное охлаждение или снег, потому что по стволу, когда поле идет, нагревается. Даже вот Брестскую крепость, если мы помним, в начале войны, воды не хватало, но охлаждать стволы нужно было обязательно. «Это уже наши придуманные защиты». «Я просто помню по истории, что были демонстрации против этого пулемета, считали, что оружие массового уничтожения, что человек не имеет права вообще использовать». «Да, скорострельных 600-800 выстрелов в минуту». Представители делегации отметили высокий уровень развития университета и выразили теплые пожелания студентам и преподавателям юридической академии в день празднования 23-й годовщины основания вуза. «Насправді, вражения просто какие-то неймоверные, они переповнюють мою душу. Действительно, вітаю всех, всех, профессорский-викладательский склад, всех студентов, всех працевников академии с Днем Нарочника. Потому что 23 лет – это очень большой строк для вуза, тем больше в Украине. И я хочу сказать, что у академии абсолютно все для того, чтобы развиваться и быть лучшей юридической академией, не только в Украине, но и, как минимум, на европейском просторе. Давайте все-таки будем доводить свою операцию, своим розумом, своими усилиями, что мы и кращи. И нам подвладно абсолютно любят задания». Сегодня в Одесской юрокадемии также открыты факультеты журналистики, психологии, политологии и социологии, а также факультет кибербезопасности и информационных технологий. «Незважаючи на то, что в Украине, на самом деле, у нас не только в Украине, а в Украине карантин, але свято, воно завжди залишается, потому что это день народжения того навчального закладу, где працюю с задоволением, величезный склад профессорский, где навчаются студенты и навык сегодня приходят, чтобы привітать один одного. 23 лет академии, много или это мало? 23 лет – это молодая человек, которая уже имеет участие, которая уже себя потихоньку реализует. Про академию можно сказать, что она, виноват, стоит на ногах. И когда сегодня говорят, что Одесская юридическая академия – это один из лучших навчальных закладов юридической освятии, я хочу сказать по-инокшому. И я тоже хотела, чтобы это звучало, что это один из лучших классических университетов, там, где есть участие разных направлений. Для меня это уже девятий день народжения Альматор, который я с удовольствием святую в стінах родных. Действительно, сейчас вся Украина переживает на самые простые часы, и университет также обязанности подложить себя. Факультет Кюргерспеки, конечно, святкует, мы же часть великой семьи, которая называется Национальный институт Одесская юридическая академия. На факультете створена сильная материально-техническая база, которая действительно одна из самых сильных в Украине. А если говорить, например, про Певдене Украины, то это самая сильная база, с которой другие университеты просто не имеют таких роскоши и возможностей для проведения и подготовки фахерцев. Одесская юридическая академия – это уменьшенная копия нашей страны. Здесь получают образование юноши и девушки практически со всех уголков Украины. Успешно функционирует структурное подразделение университета. Наш вуз один из самых сильных. Сегодня около 200 тысяч квадратных метров у нас недвижимости. У нас сегодня 8 общежитий. У нас сегодня филиалы и в Кривом Роге, и в Ивано-Франковске, и в Черновцах, и в Черкассах, и в Николаеве. И все эти филиалы наши успешно сегодня работают и развиваются. И я очень рад, что сегодня, ну вот они присоединились, я вижу на экране, они тоже участвуют. Від имени усіх студентов Национального университета Одесская юридическая академия, студентов из Киева, Миколаева, Черкасс, Чернівців, Ивано-Франківска, с Кривого Рогу та с Одессы, мы все вітаємо наш найрідніший, найкращий, найулюбленіший университет, лідер, справді, якісної освіти в Україні, з днем народження, з 23-х річчям. І, звичайно ж, хочемо побажати міцного здоров'я всім, хто в нас тут працює, всім, хто навчається, побажати процвітання, продовжувати йти далі нога в ногу з часом. Звичайно ж, побажати тільки успіхів нашому мудрому керівнику, президенту нашого университету Сергею Васильевичу Кивалову. І щоб з кожним роком було все більше і більше студентів, абітурієнтів, і звичайно ж, випускників справжніх нас, професіоналів своєї справи. Єжегодно Одеська Юрокадемія празднує свій день рождения зрелищним событием, которое с нетерпением ждали студенти вуза – конкурс Міс Академія. Но в зв'язі з пандемією праздник красоты і талантов пришлось перенести на следующий год. Міс Академія і День Академія – це завжди с красотою, неимоверною кількостю девушек, які готовяться на протяжі долгого часу. Я помню ці дні підготовки к конкурсу, к своєму выходу в 2017 році. І хочу пожелати девушкам дождатися цього праздника. Надеюсь, що проведуть данний конкурс, але чуть-чуть попозже. Я дуже благодарна Сергію Васильовичу Кивалу за те, що він создав данний вуз, де студенти не тільки обучаються юридически, але і всесторонні розвиваються. Це підтримка в спорте, в різних хобби. Сергій Васильович всегда підтримує, підтримує, і я дуже благодарна, що він вкладає стільки сил, в речі в нас. Це дуже приємно. Национальний университет Одеська юридическая академія є членом Європейської ассоціальної университетів, Європейської організації публичного права, Ассоціальної европейських юридических факультетів і многих других международних організацій. По прошествії 23 років, академія стала признанным лідером в сфере высшого образовання і є одним із найдувих успішних образовательних проєків України, задавая нові тенденції розвиття не тільки в юриспруденції, але й других спеціальностей. Впереди у многотысячного коллектива Одесской юридической академії нові достиження і победи.